Да, я начну с небольшого рассказа о том, почему вообще у нас раз в месяц по средам будут встречи с Ангелиной в разных жанрах и форматах, и мы надеемся, что это будет полезно вам и для того, чтобы думать об учебных курсах, и для того, чтобы работать с практиками и осознавать себя в Digital Humanities, в кураторстве проектов, в исследованиях, связанных с этим, в сферах деятельности. С осенью этого года к нам, собственно, вот с октября присоединилась Ангелина Козловская, Ангелина Антрополог, с нас очень интересными темами. Может быть, ты потом еще немножко расскажешь. Я пока просто обозначу контура. Это антропология религии, детства. Те из вас, кто учится на втором курсе, читали статью Ангелины про то, как дети вызывают сверхъестественных существ и транслируют, вернее, рассказывают об этом на Ютубе, а дети в комментариях пытаются понять, не обманывают ли их, и действительно ли фея приходила. Это одно из, мне кажется, моих самых любимых вообще исследований, которые касаются взаимодействия людей в интернете. Во-первых, потому что я его всегда всем привожу в пример, когда речь заходит о способности людей разбираться в том, что они видят и читают в фейковых новостях, в Санта-Ком. И на примере этого текста очень видно, что люди вообще-то не глупые создания, а зачастую даже, наоборот, способны сами выработать критерии того, что является правдой, а что нет. И когда мы видим, что это делают дети явно школьного возраста, дошкольного, то как-то вера в человечество, знаете, она возникает потихоньку или укрепляется, что мы тоже можем. Но методологическая причина моей большой симпатии к этому исследованию, потому что делает Ангелина, это сочетание цифровой этнографии и антропологии с сюжетами, которые касаются не только цифровых миров, и касаются вообще того, что такое понимать что-то, верить, понимать правду, верить, касаются того, что значит вместе участвовать в какой-то культурной практике. И то, что это происходит и в онлайне, и в офлайне, с одной стороны, вроде бы, вещь очередная, с другой стороны, нам не хватает зачастую способов это понимать. И я очень рада, что Ангелина присоединяется к нам, будет сокурировать две гильдии, потихоньку разговаривать с вами весь этот год на разные важные контексты этого темы. Вторая причина, почему мы взаимодействуем еще, как оказалось, тоже я долго, вот мы с Ангелиной взаимодействовали вокруг исследований интернета, а потом оказалось, что несколько лет Ангелина изучала счастье в культурных конституциях, и когда мы это обнаружили, мы поняли, что все сходится, и нам стоит попробовать поработать вместе. Потому что сюжет о том, как изучать людей и в онлайне, и в офлайне, их взаимодействие с тем, что является культурой, мы об этом поговорим, отличные вопросы были у вас в документе, и мы тоже стали думать о том, как с этим работать, с тем, что является элементом веры, с тем, что такое институция, в конце концов. Вот все эти сюжеты, хочется с ними работать вместе и вместе настраивать способы, методы, конкретные приемы, которые могут помочь исследовать и одновременно думать о проектировании опыта для людей, которые посещают культурные институции, делают ли они это онлайн или оффлайн, наблюдаем ли мы за ними прямо в офлайне, или читаем, или рассматриваем то, что они потом, например, рассказывают о своем опыте. Ну, например, с помощью цифровой этнографии. Короче говоря, во всех этих сюжетах, я надеюсь, мы будем координироваться, советоваться с Ангелиной и взаимодействовать не только на вот этих встречах раз в месяц, но и в процессе наших исследований. Поэтому, если вам захочется самим что-то спросить, пожалуйста, имейте в виду, что Ангелина есть, вы можете направить ей нам вопросы и что-то узнать. А теперь про встречи. Это годовой цикл, который будет касаться того, что такое культурная институция, как к ней подступиться, когда вы хотите с ней взаимодействовать. Причем и взаимодействовать в смысле думать про проекты какие-то вместе и исследовательские. Мы начнем с сегодняшней такой исследовательской встречи, чтобы сразу окунуться, у нас октябрь месяц исследований, окунуться в то, как это происходит. Дальше мы будем уже двигаться более последовательно, и две следующих встречи в октябре, в ноябре и в декабре будут посвящены тому, почему вообще музеи, библиотеки и так далее являются проектами просвещения, как они связаны с контекстом. Вы еще раз вспомните, на встрече 22-го заходила роль про храм культуры и то, как устроена вера и познание, как работать в культурных институциях. Про это тоже будем говорить. Но, наверное, второе, что здесь очень важно, это то, с какими именно институтами мы имеем дело. Находятся они в постсоветском контексте, они не в вакууме. У них есть своя история, у них есть свой контекст. И кажется, что без его понимания предлагать что-то свое тоже from the middle of nowhere может быть не очень уютно, потому что кто мы и кому мы что-то предлагаем делать, в этом хочется начать разбираться. И вот про это мы тоже с Ангериной поговорим, потом поговорим про то, что значит изучать. Собственно, вернемся уже в 23-м году к теме исследований и исследований культуры институции и изучению того, что люди там делают. Почему это кажется важным? Потому что мы занимаемся цифровизацией. И это не беспроблемная тема. Хочется, чтобы цифровые проекты были нужны тем, где и для кого мы их делаем. Чтобы они были не просто для красоты, хотя они могут быть красивыми, не только для улучшения вообще мира, потому что мы не понимаем, что точно улучшит мир, если исходим только из себя. Хочется понять, в какие миры они вообще встраиваются или не встраиваются, где возникают проблемы. И, может быть, тоже как нам их чинить. То есть хочется поплотнее, поближе быть к тому, ради чего, ради кого мы делаем цифровые штуки. Ну и, соответственно, учиться изучать это, учиться исследовательским каким-то навыкам, приемам и подходам книжки читать вместе. Вот, такое у нас было много. Не все там самое очевидно. И, наверное, какие-то имена, в том числе в статье Ангелиной, казались вам неожиданными. И вы так как бы удивлялись. И при этом мы решились сразу все-таки дать вам такой текст, чтобы вот сразу отправиться вместе, послушать те вопросы, которые интересуют нас, задавать свои. Но потихоньку мы будем разбираться с этими бурдьё. Поговорим сегодня про то, откуда он берётся, почему вообще возникает в контексте культуры, на что ориентируются исследователи и так далее. Вот. Затяну я в свою вступительную речь, но надеюсь, что это будет дальше понятно для ориентировки по нашим следующим интеллектуальным приключениям. А сейчас я попрошу Ангелину рассказать немного про своё исследование, потом мы поговорим с ней таким диалогом. Я позадаю вопросы, основанные на том, что вы писали в ответ на статью, а потом поговорим уже все вместе. Соответственно, до восьми. Вот. Таков наш план. И, Ангелина, расскажи, пожалуйста, про то, как ты изучала счастье. Почему, кстати, счастье? Да. Ну, спасибо за вступление. Это было исчерпывающе. Статья, которую вы читали, многие из вас, я надеюсь, читали сегодня, мы написали с моей коллегой Анной Козловой, с которой мы вместе, собственно, работали в большом исследовательском проекте фонда Потанина, который так назывался «Культура и счастье» в краткой форме. Вот, там ещё есть после двоеточия, вот я сейчас об этом расскажу. И нас как бы интересовал вопрос о роли культурных, если так очень обобщённо, о роли культурных институтов в субъективном ощущении благополучия и счастья в разных городах России, в нестоличных городах России. И, собственно, базовый такой общий вопрос был в том, как связаны счастья и культуры. Мы как бы сходили из предположения, что они связаны, но хотелось это проверить и понять, как именно они связаны. И сложность очевидная в такой постановке вопроса и такой формулировки темы заключалась в том, что оба эти понятия и счастье, и культура, они, с одной стороны, кажутся нам очень интуитивно понятными, даже простыми, знакомыми, даже банальными, а с другой стороны, они эфемерны, абстрактны, максимально. Вот, и да, конечно, нам нужно было как-то с этим, что-то с этим делать. И мы пытались в первую очередь, конечно же, как антропологи, отойти от таких стереотипных представлений о том, что есть счастье и культура, и, например, от бюрократического понимания, если мы говорим про культуру. То есть понятно, что культура не умерла с той деятельностью, которая ведется под эгидой соответствующего министерства, министерства культуры. И также понятно то, что если мы хотим узнать что-то о культурной жизни, как она происходит в реальности, то нам недостаточно формального списка институтов культуры, культурной институции. Если мы едем в какой-то город, как бы просто этот список ничего нам не даст, очень мало информации мы получим. Поэтому мы, как антропологи всегда и делают, пытались посмотреть на культуру и счастье сквозь призму повседневных практик горожан и их собственных взглядов и смыслов, которыми они наполняют свои эти культурные практики. И также, если говорить по поводу культуры, мы как бы пытались максимально не ограничивать их при разговоре с ними, чтобы люди сами размечали то поле и его границы, поле культуры, которое для них таковым и является. И мы включали то, что описывается понятиями культурный досуг, отдых, творчество, все это как бы нас интересовало. Потому что мы хотели понять, как именно это структурируется в повседневной жизни людей вне наших заранее заданных классификаций. Ну и то же самое было со счастьем. В статье об этом есть фрагмент, потому что мы, следуя за антропологами счастья, которые пытаются теоретически это описать, считали, что, как они говорят, «Happiness is not one thing», то есть счастье разное и по-разному понимается, и по-разному структурирует, управляет жизнью людей в разных культурах и даже внутри одной культуры. И, соответственно, мы тоже ориентировались на то, что нам говорят по этому поводу люди. Да, но, собственно, да, и в этой статье мы выбрали два таких контрастных кейса из множества разных кейсов, которые мы за эти три года, это большой коллективный проект, как бы встретили и описывали, анализировали. И именно, поскольку вот именно эти два кейса мы встраиваем в диалог с социологией культурного потребления вообще и с работами Бурдьо, Пьера Бурдьо в частности, который является таким отцом-основателем, по сути, этой дисциплины, кажется необходимым как-то чуть-чуть восстановить этот контекст, потому что понятно, что многие из вас, возможно, незнакомы, ну и не должны быть у людей знакомы как бы с его творчеством, с этой традицией, ну а кто-то, наоборот, знаком, это хорошо. Ну, я повторю. Вот, я просто хочу обрисовать какие-то общие основные идеи, чтобы было понятно, как бы с чем мы спорили, потому что текст именно, как вы могли заметить, построен как диалог и как, как бы, ну, критика этих основных, базовых, каких-то базовых идей этой традиции исследовательской. И вот, если описывать вообще мейнстрим этих исследований, начиная с Бурдьо и после Бурдьо, второй половины 20-го века, ну, Бурдьо работал в 60-х во Франции, и очень сильно повлиял вообще на то, как бы, как мы мыслим себе в принципе культурное потребление, взаимодействие человека со сферой культуры. И не только мы, как ученые, но даже мы, как гуманитарии, просто люди, которые работают со сферой культуры в любой, в любой позиции, в любой роли. Это стало частью какого-то такого естественного языка. И основная идея — это поиск связи между тем, как между культурным потреблением и социальной сертификацией, то есть попытки понять, как, допустим, посещение театра или поход в кино могут быть связаны с классовыми, статусными иерархиями того или иного общества и с отношениями власти и доминированием. Ну и также экономическая метафора, вот это культурное потребление и производство, тоже вот, собственно, от бурдиона досталось, и она настолько сильно тоже впечатывала сознание, что мне даже иногда сложно подобрать какой-то синоним, когда я говорю о культурном потреблении, хотя бы хотела. Вот. Но мы в статье используем понятие культурное участие, которое просто объединяет механически культурное потребление, культурное производство, чтобы это не разделять, и это намного удобнее, ну хотя бы вот так решить таким вот образом эту проблему. И почему, собственно, так получилось, почему вот эта экономическая метафора, мне кажется, что самое главное у Бурдио – это понятие культурного капитала, то есть это было его основное новаторство, и как бы капитал, вот экономическая метафора, начинается отсюда. Значит, ну вкратце Бурдио нам говорит, что кроме экономического и социального капитала, который определяет наши социальные позиции, наш доступ к ресурсам, наш социальный успех в жизни, существует культурный – это тоже капитал, потому что он может быть конвертирован в другие типы капитала. Но сам культурный капитал, тут немножечко теории, просто чтобы это было, это важно. Он делится на три типа, это выделяет Бурдио, и они по-разному работают. Вот, первые два – это объективированные, то есть книги и предметы искусства, культурные артефакты, которые можно обладать. Институционализированные – это дипломы и сертификаты, которыми тоже можно обладать, соответственно. А вот третий – это инкорпорированный, то есть неотделимый от человека культурный капитал, а именно знания, вкусы и стиль жизни. И, собственно, именно этот тип капитала вообще интересует больше всего исследователей культурного потребления. и почему он, в чем его особенность? Она состоит в том, что на самом деле его не так легко трансформировать другой тип капитала, как первые два. И, соответственно, большое значение, по сути, вот этот сам процесс потребления и становится вот этим возможностью трансформировать, возможностью сигнализировать о своей позиции. То есть, допустим, умение разбираться в высоком искусстве сигнализирует высокое социальное положение, принадлежность к какой-то сатусной группе и ассоциируется с жизненным успехом. Почему? Потому что, говорит Бурдио, умение разбираться в искусстве обычно понимается нами как врожденное качество. Но на самом деле тут его разоблачительный пафос. Это наследуемая вещь, и высшие классы, они неявно передают своим детям умение разбираться в искусстве, которое потом воспроизводится. И таким образом воспроизводится неравенство. В общем, закругляясь с Бурдио, главное, что нужно понимать, то, что таким образом есть в его понимании вообще смысл, допустим, потребления особенно высокого искусства всегда вот какой-то... Он предполагает... Значит, это только средства. Ну, во многих случаях это средства. То есть средства, допустим, поддержания каких-то границ группы, утверждения своего статуса, удержания власти и так далее. Потому что, допустим, чтобы разбираться в сложном искусстве, нужно обладать специальными кодами, знаниями этих кодов, то есть расшифровать сложное произведение искусства, чему нужно учиться. То есть просто среднестатистический человек, не обладающий определенными знаниями, не может это сделать. Таким образом, его исключается из этого. И, в общем-то, что мы получаем после всего вот этого наследия теоретического? Что мы мыслим культуру как такое иерархизированное поле, где есть вот это высокое и низкое культура деления, есть, ну, или это какой-то градиент. И в каком-то смысле, да, сложное, менее сложное, а также, допустим, даже высказывание о... Ну, вкусы, они могут быть хорошие, плохие. Высказывание о предмете искусства тоже может быть... Тоже иерархизировано, может быть разных типов. Оно может быть очень простое, допустим, если мы комментируем сюжет. Или оно может быть очень-очень сложное, когда мы находим какие-то аллюзии, тончайшие связи, можем что-то сказать про стили, направления, жанры и так далее. Вот. Но я привожу все в таких бинарных оппозициях, но понятно, что там есть градация. Так вот, все это... Самое главное, что меня вообще-то, ну, на самом деле, возмущало даже в этой теории, это тот факт, что, как бы, вот эта культура, она и мыслится как зеркало социальной структуры, и, как бы, человек, получается, что он не может интересоваться по этой, соответственно, с этой теорией, чем-то просто ради того, что ему просто нравится, и он хочет пойти в театр, он хочет пойти в музей из-за эстетического удовольствия или по какой-то своей иной причине, по Бурдио, это всегда определенная прагматика. Но, да, ну, собственно, в общем-то, как устроены исследования культурного употребления? Ученые, они пытаются понять, как, то есть, значит, оценить, описать, как человек, его место в социальной иерархии, допустим, возраст, пол, там, уровень образования и так, экономический доход, и, как бы, исходя из этого, часто пытаются предсказать, а что же он тогда будет, что ему будет нравиться, на какую выставку он пойдет, или, исходя из того, что мы уже знаем о его предпочтениях, можно даже предсказать, какие еще одновременно с этим в этом репертуаре у него встречаются интересы и, да, предпочтения. Но в России все это сразу понятно было, что это достаточно сложно, поскольку в России не так-то просто устроена, не так-то очевидно устроена вот эта социально-классовая структура, как это было, например, во Франции или в Америке, где два основных таких места этих исследований, локации, где происходили эти исследования, но из-за того, что вообще из-за сложности в принципе с выделением классов в России. Поэтому очень часто вот эти базовые элементы концепции Бурдио и его последователей достаточно плохо работают и применительны к нашему отечественному материалу, но очень ограничены. И вообще говоря, ну поэтому с проблемами, с большими проблемами, которые исследователи, в частности вот Михаил Соколов, его коллеги, социолог Михаил Соколов, пытаются решить, но нам показалось, особенно на нашем примере, что нужны какие-то более радикальные меры и нужно пересмотреть вообще какие-то фундаментальные основы или предпосылки как бы того, как мы вообще подходим, с каким инструментарием мы подходим к этой теме, как ученые, как нам понять, почему одни люди предпочитают то, а не это, и почему они такие разные. Вот за пределами того, что одни образованные, другие нет, одни богатые, другие нет. Кстати, да, еще один важный элемент это теория всеядности, противопоставленная теорией снобизма. Вот Бурдиог рассказывал нам на примере Франции про снобов, которые, допустим, предпочитают только высокую культуру, высокое искусство. И это их предпочтение, оно автоматически исключает то, что они будут, они пытаются сторониться от массовой культуры, допустим. Вот. А такой человек, как Роберт Петерсон, на примере Америки, попозже, в 70-80-е, говорит, что именно в Америке важно, важно, да, не то, что ты потребляешь только высокую культуру, а важно разбираться, наоборот, совсем-совсем разной культуре, в том числе непрофессиональной, массовой, фолк-культуре. И вот, собственно, в нашем исследовании мы столкнулись с двумя группами, которые, одни из которых, так, первым приближением можно описать как снобов, таких снобов-эстетов, это любители оперы из Перми, о которых вы читали, и оперы, и творчество Теодора Курензиса, а других в первом приближении можно описать как всеядных, это члены бального общества в городе Выборг. Но, во-первых, эти люди вообще-то очень похожи. Именно с точки зрения того, как обычно, что такое похожесть для социологов и, в частности, социологов культурного употребления. То есть, это люди, которые относились к одному поколению. Им 50-65 лет одного возраста. примерно одного уровня образования и качества этого образования, то есть, это там то, что называется советская интеллигенция, это инженеры, врачи, учителя, преподаватели, юристы. и другие. Вот это основное. Да, и разброс их дохода был большой, но, в общем, примерно. То есть, и там, и там есть люди, которые на Курензис, это, собственно, концерты, которого достаточно дорогие, они экономили, копили целый год, а были люди, которые как бы могли себе позволить ходить на все концерты, покупать билеты за 10 тысяч, допустим, 15 лет. Но и в вальном обществе на самом деле тоже были люди из того, другого края спектра экономического. Допустим, хотя так не кажется, вообще очень часто претензия к нашему исследованию базово вызывает сомнение, что Выборг как бы кажется экономически более неблагополучным, чем ПЕМИ. И, собственно, но могу сказать с уверенностью, что вот в этой группе, которую мы изучали, были там и люди, у которых огромные коттеджи с павлинами, вот, и как бы достаточно бедные там инженеры на пенсии. Вот. Но, да, как и так получилось, во-первых, первый импульс мы хотели понять, почему как бы вот эти люди, которых бы занесли в одну группу, если бы мы изучали анкеты, они, у них настолько разные предпочтения. Первые были очень избирательными, интересовались исключительно вот двумя, тремя жанрами. музыкальным и драматическим театром и никогда не смешивали это с... То есть они понимали, что такое плохое искусство, жлобское, как они его называли, с какими-то элементами массовой культуры, они могли только, соглашались только на экспериментальное какое-то искусство, которое им как раз открывал Курензис. Сложное, экспериментальное, вот. А с другой стороны, вроде бы такие же люди, но которые совершенно не гнушаются как бы ходить и в на какие-то в Питер, ездить в Мариинку и ходить в районную библиотеку на концерт лютневой музыки и ходить в ДК на вообще утренник не своих детей и ходить на показы арт-хаусного кино и на какие-то вообще самим ставить какие-то самодеятельные представления, в общем, и даже ходить на значит вот концерты, где человек поет каверы, допустим, вот. Все это было очень удивительно, но оказалось, что не только на этом уровне вообще можно видеть различия. Как я писала, как вы могли прочесть статье, самое главное на самом деле было в том, что из-за возникает слово объекта центричность, который, как мы поняли из ваших ответов на вопросы, не совсем очевидно и просто для понимания из этого текста, что, понятно, требует доработки. Вот, поэтому я прокомментирую. На самом деле, как мы понимаем, центральными вообще для вот этой всей концепции бурдьо являются вкусы, суждения, способность порождать суждения об эстетическом объекте и предпочтение, индивидуальные предпочтения. Ну и даже если мы вообразим себе вот не вот эту вот, допустим, в чем-то устаревшую модель, а просто вот подумаем о наших, о том, как мы вообще выбираем, куда мы хотим пойти, когда мы хотим культуры, как бы мы в любом случае будем описывать это в терминах каких-то индивидуальных предпочтений, интересов. но в случае да, и вот вы также многие из вас указывали, что обсуждать с другим человеком пережитый культурный опыт, это важно, но в случае вот членов этого больного общества, моих любимых, про которых я уже так долго рассказываю и рассказываю на разных площадках, оказывается, что вот эти базовые вещи, базовые категории не работают, ну вот они настолько же тоже встроены в наше сознание, как вот это культурное потребление, они вообще не помогают нам, не дают нам описать, поймать, уловить логику этих людей, поскольку оказалось, что в общем-то они очень ценят то, куда они ходят, они такие же, как те, и что их еще объединяет, они то, что называется культурные обжоры, они очень много они очень хорошо разбираются в локальной повестке, в культурной афише, они намного чаще, чем среднестатистический человек, вообще куда-то ходят, но при этом члены больного общества создавалось такое впечатление, что им, собственно, вот сама вот эта выставка, она как бы их не интересует, они часто повторяли вот библиотеку Алвара Алта, это такая библиотека потрясающее место, которое спроектировал финский художник Алта, и, в общем-то, достаточно, это не районная библиотека, то есть очень долго до закрытия границ это была такая площадка, на которой поступали и европейские какие-то интересные музыканты, и какие-то местные, петербургские разные, в общем, и часто можно было услышать, что человек говорит, я иду на на все, вот, это было странно, то есть на все, почему, подождите, а вам что нравится вообще, ну, как бы, в театр, на все, а вы театрал, любите театр? Ну, да, ну, вообще-то человек не только театрал, он просто, вот он ходит на выставки, в Выборге есть отделение Эрмитажа, вообще-то, ходит на все, вот, какие, получается, на такие ходят, ну, он не то, что очень любит живопись, в общем-то, в принципе, у него нет специального такого интереса, вот, все это нас интересовало, и чтобы не затягивать уже очень долго, чтобы нас мы успели обсудить, все это мы в процессе исследования, тогда, поскольку мы не только брали интервью, но и наблюдали за тем, как эти люди вообще, как бы, как вот устроена эта их культурная жизнь, как они посещают мероприятия, как они общаются между собой, обращали внимание на то, как они себя ведут, в том числе на телесном уровне, на их эмоциональной реакции, ну, и, собственно, в каких словах, да, и как они описывают свой опыт. Стало понятно, что вот это различие, которое я сейчас описала, это вообще только верхушка айсберга, и если копнуть дальше, то оказывалось, что казалось, что за этим, в случае этих двух групп стоят вообще то, что можно писать некой системой представлений, и мы вот как раз предлагали использовать понятие идеологии, но идеологии не в таком марксистском смысле, а вот по аналогии с понятием лингвистических идеологий, то есть это такие неявные, часто нерефлексируемые представления в случае лингвистических идеологий о природе языка, о том, что такое язык, который могут совершать, или как он работает, которые могут совершенно не совпадать у носителей языка, с тем, как это описывают лингвисты, вот лингвисты знают, как работает язык, но человек, который языком обладает, он лучше намного знает, и не надо ему рассказывать, то есть он может описать свое понимание, но оно может быть совершенно некорректно, но тем не менее, именно им он руководствуется в повседневной жизни, ну, нерефлексируемым образом, не осознавая это, вот, и таким же образом мне показалось, что в этом случае мы имеем дело с двумя такими вот идеологиями культурного участия, то есть двумя разными представлениями не о том, как бы, что является хорошим или плохим искусством, а вообще о том, как бы, или культура, да, что такое, какая она должна быть, с представлением, с двумя разными, принципиально разными представлениями о том, а что такое вообще культура, как она работает, как она устроена, как человек вообще с ней может и должен взаимодействовать, должен ли он что-то ей, как она встраивается в повседневную жизнь. И, да, чтобы просто сразу, вот я хотела привести пример, вот, мне кажется, вот то, что сейчас я говорю, это самое важное в плане, в чем мы попытаемся разбираться на последующих занятиях, да, это уже вот чистая антропология, это то, что вот те неявные, как бы, представления, которые нам, большинство из нас не очевидны, и на самом деле требуется прям огромное усилие, чтобы увидеть и признать это, что вот это вот что-то, то, что кажется нам базой, вот этим нашим языком, ну, вот предпочтение, допустим, оказывается, является всего лишь переменной, и другой человек, хотя он живет с тобой там в одной стране, в одном городе, он может вообще не пользоваться этим языком в своем, вот, ну, в моменте, когда он, ну, ему хочется пойти в театр, когда он думает об этом, допустим, да, и в своей повседневной жизни, вот, и, собственно, в лингвистическом, в случае языка, я просто приведу один пример, мы считаем, что язык, я думаю, все согласятся, язык, что он делает, он передает смысл, мы что-то хотим сказать, или мы что-то чувствуем, и с помощью него мы как бы это описываем, вербализуем, но на самом деле антропологи знают, что это далеко не во всех культурах так, и есть такая доктрина непознаваемости, которая, это то, что распространено в Карибском бассейне и среди культур, которые там расположены, на государстве, там очень часто сами вот эти вот жители, представители этих культур, они говорят, что язык не обладает способностью передавать внутреннее состояние, на самом деле мы не можем с помощью слушая другого человека понять, что он думает и чувствует, это нам недоступно, и язык не обладает такой вот такой силой, а мы же в европейском мире, мы как бы считаем, что язык это такая прозрачная среда, через которую мы можем внутреннее наше все передать другому, но на самом деле это не очевидно, вот это был один такой пример для подумать, но поскольку мне кажется, что я бы сейчас на этом этапе уже перешла к комментариям, наверное, обсуждению ответов на вопросы, чтобы вот эту монологическую часть завершить. Спасибо огромное, про язык очень интересно, и мне кажется, что вы по это не спрашивали коллег, не акцентировали как-то это внимание, хотя может быть коллеги, у кого есть даже бэкграунд, связанный с филологией и лингвистикой, вам это может быть интересно. У меня совершенно такой прикладной вопрос по последней части, я прям завороженно тебя слушала, и я правильно понимаю, что методологически рассуждаю, это значит, что мы, ориентируясь на собственное представление о языке, не можем делать выводы о том, что происходит в мире тех людей, которые взаимодействуют с культурой, типа, с тех людей, которых мы наблюдаем, верно ли это? Ну, здесь важно разделить, что мы просто заимствовали вот это понятие лингвистических идеологий, да, и переназвали его идеологией, ну, не очень так благозвучно, на самом деле, ну, пока что это так, идеологией культурного участия, потому что, почему не идеология культуры, потому что, во-первых, это очень как бы широкая сразу какая-то формулировка, которая не позволяет нам выразить то, что мы хотим, почему участие еще важно, потому что, если вы помните, в статье, допустим, там был такой заход, что вот в этих разных системах представлений у человека есть разные вот возможности, как бы за ним зарезервированы. То есть, в одном случае человек, который не связан с культурой профессионально или он не является гением, он может только лишь наблюдать, воспринимать как зритель, ну, и комментировать. И он не имеет права, по сути, ему отказывается в праве выходить, как участвовать в процессе производства культуры, сколько это сразу воспринимается как нарушение и описывается вот этими людьми вот из Перми в негативных такой, даже пиративной лексике за самодеятельность в плохом смысле слова. И эксперименты какие-то, типа, если ты хочешь попеть для себя, они только в частном порядке и ты не нужно никому показывать. Вот это такая сакральная область. И в случае представления больного общества его членов ты на самом деле не только можешь, но и тоже там есть даже элемент лжествования, потому что один из наших собеседников сформулировал это так. Ну, можно, конечно, сидеть, просидеть всю жизнь в зрительном зале, но сам-то ты что сделал? Что ты тут посмотрел, там посмотрел, а сам, ну, как бы, вот там спой, станцуй, как бы, тоже участвуй. Они описывают всегда свой опыт как такая, ну, с гордостью, по сути. И часть просоветская, которая сегодня просто, ну, решила не касаться, потому что слишком это развернуто было бы, но вот это она имеет прямое отношение, это одно из первых вещей, которые мы просто вот увидели, когда идентифицировали, что это очень похоже на какое-то представление советское о активном человеке, который и певец, и на друзей игрец, и гражданин активный, и в театре играет, и на заводе он ставит какие-то рекорды. Вот, поэтому, собственно, отвечая на твой вопрос, да, очень важно, что это не язык, а, да, мы действительно здесь, как бы, каждый из нас, у нас есть какая-то вот эта идеология представления о культуре, и действительно, чтобы понять другого, нам нужно остранить вот этот самый важный прием в антропологии, который постепенно мы будем осваивать, свое, посмотреть на себя, как бы, да, со стороны, как на странного человека, как бы, который всего лишь одного из, как на цвет кожи, один из вариантов на свои представления, понять, что это именно представление, и всего лишь один из вариантов того, как вообще это могло сложиться, а не единственная возможная, как бы, единственная возможная система. Ангелина, мне кажется, мы с тобой придумывали, планировали все, что обсуждать, но у меня что-то новые вопросы, которые вообще другие, потому что я слушаю, думаю здесь про то, как это могут слышать коллеги, и коллеги, сначала еще к вам вопрос, пожалуйста, если можно, пишите в чате, и я потом предложу вам, полагаю вам, нам немножко поговорить об этом, потому что мой вопрос тоже как будто к этому, и мне очень интересно, Ангелина, что ты ответишь, мы с тобой вообще никогда не затрагивали эту тему, и коллеги с вами, мне кажется, вообще тоже не в одном курсе мы эту тему напрямую затрагиваем, а ведь идеология институций как будто очень сильно влияет на язык, в частности, когда мы говорим про то, как мы изучаем потребителей культуры, вот ты вначале сказала про то, что потребление, культурное потребление, это такой липкий язык, который очень тяжело вытащить из своего, из себя, вот, коллеги, вопрос к вам, что вы думаете вообще, почему мы загоняемся на такую тему, то есть, ну, как бы вообще может звучать так, как будто мы, ну, типа зануда, и пытаемся, ну, я тоже очень поддерживаю просто, поэтому мы, посоединяясь к Ангелине, очень поддерживаю то, чтобы думать про взаимодействие с культурой, не так, как, как бы, ну, не в терминах потребления, а второе, еще у меня есть, наверное, свой, свой тут тейк, поведение, вот, как бы, два страшных слова, это поведение, потребление в отношении культуры, потому что, как бы, мне кажется, когда мы говорим про поведение потребителя, у нас сразу возникает, как бы, не знаю, муравейник, в котором мы, такие люди, наблюдаем за тем, что там происходит, и оцениваем, как бы, как будто мы знаем больше, чем люди там, которые действуют. Когда, Ангелина, ты говоришь про то, что у людей есть свой язык, я прям немножко выдыхаю, потому что, да, классно, можно попробовать услышать их, признать, что мой язык, например, только один из возможных, и, но при этом, как бы, не хочется бояться слова потребления и потребитель, но мне скорее хочется тут такой прямой вопрос задать. У меня есть предположение, что все институции, в которых мы, как бы, социализируемся, вот сейчас коллеги учатся, да, мы вот преподаем, да, они несут в себе это различие, что вот есть институция, вот есть культура, культура – это продукт, статья – это продукт, мы делаем проект, его потребляет потребитель, и, как бы, именно в освоении этого языка заключается часть нашего образования. Но, ну, как бы, я вот сижу, преподаватель, да, курирую там учебные программы, вот с гильдийными работаем. Но я же, и вот тут непонятно, да, как бы, с одной стороны, критическая оптика, которую предлагает антропология, она говорит, типа, ну, все это такие абстрактные вещи, которые, как бы, заслуживают нашего внимательного рассмотрения. С другой стороны, ну, как бы, работа-то, ну, работа-то же нужно каким-то образом, а как работать, если не с этим языком. И вот здесь, с одной стороны, да, хочется немножко повседать вместе с вами, как бы, а как, учитывая критические подходы, при этом, ну, все-таки думать о производстве в сфере культуры, простите, потому что мы, ну, во многом этим занимаемся, даже когда исследования, мы тоже их, черт возьми, производим. с другой стороны, как-то осознать, как бы, то, то, что понимание этого потребителя культуры, оно не всегда, может быть, будет, ну, работать и действовать хорошо. Я вот здесь использую такое слово широко, хорошо, то есть дело не в эффективности, не в продуктивности, не в этике, о которой мы завтра вообще будем говорить, хотя тоже в ней, наверное, не в политике лишь, вот, ну, как будто вот тут хочется, короче, разделить, где нам стоит слушаться своих институций, говорить о потреблении и производстве или нет, или, может быть, менять язык, а где учитывать этот критическо остраняющий подход. Вот, Полин, вижу вашу руку, наверное, я бы предложила, может быть, сначала, Ангелина, тебе бы отреагировать на мои слова, как-то, а потом уже еще коллеги подумают, и мы уже перейдем к общему разговору, если удобно. Ну, наверное, мой ответ будет в том, что, мой ответ, след за критическими, рефлексивными социологами, антропологами, в том, что просто само осознание этого факта, вот этой диалогизированности языка уже, и имение это в виду, как бы, уже очень важный момент. И, как бы, да, антропология действительно, неприкладная, фундаментальная антропология, она, как бы, ее особенность состоит в том, что она постоянно занимается деконструкцией, а не конструированием. Но такая уж у нее функция. Но, деконструировав что-то, увидеть, с каких элементов оно состоит, нам потом легче, как бы, ну, обратно собрать или вере собрать. Использовать это для производства в том числе. Вот. Но именно если говорить о вот этих терминах культурное потребление, культурное производство, я, это, кстати, это же не термин, не терминология наших информантов, наших собеседников. Это другого рода, как бы, это, это вот научный язык, просто я не имею ничего против его использования, мне просто важно, я просто хотела вот как пример его привести, что вот есть некое, как это часто вообще бывает в науке, кто-то придумывает очень классную работающую метафору, которая кажется успешной, потому что она притягательная и даже вкусная, потому что она ловит что-то и дальше начинает все транслироваться, то есть уходит в активное потребление, но потом как бы часто тоже происходит в науке, исследователи становятся рабами лампы в каком-то смысле и уже как бы вот эта метафора начинает давлеть таким образом, что даже не пускает альтернативные какие-то вот системы мышления, вот которые мы видим на примере моей статьи. в общем-то им не дают голос, то есть исследователи перестают вообще их видеть, то есть та как бы рамка, сетка, которую они накладывают, но действительно, чтобы ее понять, она их опускает, вот, ну и собственно мне кажется, что с вот этой экономической метафорой происходит что-то подобное, но это такой вопрос вот именно научный. Кстати, ну естественно, это очевидно, метафора уже давно является предметом критики, рефлексии и критического осмысления. До меня дошло, что на самом деле, вот я использовала такое мутное слово «хорошо», но типа когда мы закапываемся в старые метафоры, мы просто глупее оказываемся, мы просто упускаем какие-то части реальности. Вот это мне кажется очень важно, что метафора как рамка типа потребления. Окей, мы что-то видим, а чего-то мы с ней категорически не видим. Интересно подумать чего. Кстати, может быть, даже основываясь на вашем опыте, а пока Полина вам слово. Да, коллеги, всем привет, большое спасибо, суперинтересная статья и дискуссия. У меня вопрос к Ангелине, и он касается стратификации. Вот вы в начале статьи критикуете подход разделения, грубо говоря, групп людей по доходу, статусу, и говорите о том, что это не имеет отношения к их культурным, получается, практикам, к их культурному опыту. Но ведь по сути, если вчитаться в статью, получается, что вы разбираете два сообщества. Но нельзя сказать, что эти люди, они прям совсем одинаковые. То есть, с одной стороны, это как бы такой более местечковый кружок, ну, если мы говорим про выбор, и с другой стороны, это люди, которые, ну, они просто ориентированы немножко на другое. И в этом смысле, мне кажется, что можно говорить про стратификацию, да, вот это разделение и дальше в контексте Буртье, да, правильно называют? В контексте Буртье. Просто теперь можно сказать, что люди разделяются по каким-то другим параметрам. То есть, это не количественные метрики, типа, как зарплата, возраст и так далее. Все то, что можно, знаете, записать, вот как вы говорили в анкету, отметить, посчитать, а это больше какой-то, наверное, подход ценностный и подход смысловой. Вот, и в этом смысле как раз, мне кажется, очень классно говорить про диалогию языка, институций и сообществ. Вот у меня была такая идея, то есть, что, в принципе, вот эта концепция о разделении, о том, что действительно есть группы людей, которые предпочитают тот или иной способ взаимодействия с культурой, но это действительно осталось, просто поменялись метрики. Ну, так, если очень грубо, что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Да, спасибо, Полина. Это очень, ну, в точку, потому что, ну, по сути, в некотором смысле можно рассматривать наш анализ как попытку, да, предложить просто более нюансированную, более, скажем, сложную, объяснительную модель, но вот в последней части, да, мы пытаемся вот предложить гипотезу относительно того, что повлияло на то, что эти люди в этих двух группах такие разные, именно в плане своего понимания культуры. И вот мы предлагаем вот этот специфический отсутствие или наличие такого специфического советского опыта, как участие самодеятельности. Ну, его можно действительно тоже отнести к внешней такой социальной характеристике, которая является частью социализации. То есть это особенность социализации, которая важна в нашем советском контексте, но она просто не описывается такими вот грубыми, да, инструментами, как там доход или просто тип образования. Тем более, что эта социализация часто, вот эта конкретная практика, она относится к школьному периоду и к студенчеству. Вот. Ну, понятно, что сложно было бы, да, качественные исследования для того и нужны, чтобы выявить вот этот признак и потом его уже можно было бы включить в анкету, допустим. как бы, потому что он легко может быть переведен в число показателей, ну, вообще-то да, нет, или там, насколько часто и проверить, как он, ну, уже на каком-то, на какой-то больших данных, как он на самом деле влияет. Вот, да, поэтому, как бы, в общем-то, я согласна с этим. Да, спасибо большое, спасибо. Можно в догонку критический вопрос к большим данным, наверное, я стриггернулась на это. Это не усиление ли еще больше вот этой дистанции? Типа, а еще мы сейчас поймем про людей, как бы, их душу, ну, такой, ну, извините, надзорный капитализм, да, как бы, а вот раньше мы людей судили просто по тому, сколько они зарабатывают, какая у них социальная стратификация, а теперь мы можем понимать про них, как они знают счастье, а потом мы сможем это оцифровать, оцифровать, не знаю, скольжение их глаз по культурным артефактам, на это, на это тоже какие-то выводы сделать, и вот тогда мы прям так, так их опыт за дизайном и запрограммируем с помощью наших цифровых штук, что, ну, вообще, они будут очень счастливы, очень счастливы. Ну, нет такого опасения? Ну, на самом деле нет, потому что в реальности потом окажется, что это, вот эта, вот эта биология, она просто состоится очень из разных элементов, их невозможно все учесть, и из их связей, главное, вот, поэтому мне просто кажется, что это было бы интересно, проверить именно этот, ну, лично мне, допустим, как человеку, который вот провел такой исследователь, обнаружил случайным образом вот этот различительный признак, какой-то значимый, и просто проверить его, значит, влияние на каких-то уже более широких группах. Да, кстати, здесь тогда скажу о том, что очень важно понимать что может быть неочевидно из текста, что вот эти вот как бы идеологии, которые мы выделили, такие идеальные типы, которые вообще-то нам встречают, то есть они не привязаны локально к Выборгу или Перми, а это просто такое совпадение, что в этих конкретных городах были такие группы, в которых они были выражены очень таким ярким образом, очень ярко, очень понятно, очень легко было их написать, а мы встречали таких Выборжан в Перми и таких пермяков как бы условно в Выборге наоборот. Ой, да, мне кажется, это очень важно. Так, коллеги, может быть, еще вопросы, комментарии, может быть, вы хотите что-то из того, о чем вы писали в тексте, в смысле в файле, пообсуждать вкусно. Еще я смутно надеюсь на то, что наш разговор может вас раздражать, в том смысле, что, ну, вроде как мы все-таки, да, институционально настраиваем язык, а тут же его разрушаем. И про это раздражение, мне кажется, тоже надо говорить в том смысле, что, ну, мы, ну, как бы, устраивая всю эту историю, мы готовы к тому, что какие-то вещи будут казаться чуждыми, и как раз хочется их аккуратно касаться. Но пока я вижу вопрос или реплику Вики в чате. Да. Виктор Мико, в принципе, в микрофон. Да. Спасибо большое за сточу, во-первых. Мне это очень было классно почитать, учитывая, что в выборке я планирую съездить, для Дягилевских я смотрела. Вот. И от этого у меня как раз вопрос. Ну, то есть, вот ты в последней реплике, короче, прозвучало, что в Перми были, условно, выборжане, а в Выборге были пермики. Тогда, как бы, один вопрос немножко к статье, условно очень, ну, типа, мне наоборот в голову врезалась вот эта вот привязка к месту, как будто бы она too much, как будто бы там, типа, от места тоже что-то зависит. Ну, то есть, я ее дочитала до конца, и ты такой, а, нет, наверное, от места ни хрена не зависит, извините, зависит от советского опыта. Вот. И вот этот упор на место и на города, он, может быть, в языке был слишком сильный или еще как-то. И поэтому у меня возникали вот эти вот гальки, что, блин, наверняка же в Перми есть такое же бальное общество, куда ходят люди, может быть, которые занимались самодеятельностью, может быть, нет, что в Выборге наверняка есть те, кто скажет, нет, я не пойду смотреть чужой детский сад, я пойду только на какого-нибудь финского пианиста слушать в библиотеке Алта, потому что вот это моя культура. Вот. Но это такое, я не знаю, как бы, как оно может разрешиться в тексте, учитывая, что реально вы просто смотрели на один и другой город, и оно на этом завязано. Вот. И другое, ну, тут, я не знаю, это вопрос или просто порассуждать. И следующее, что мне интересно, ну, это вот, да, я услышала, как бы, что настоящий антрополог должен там отстраниться и посмотреть на себя как иностранного человека, но я пока не могу настроить свою оптику так. Вот. И поэтому я, например, в культурном потреблении очень верю фактор случайности, что ты куда-то попадаешь случайно, и потом тебе это может каким-то образом там зацепить, ты продолжишь ходить еще что-то. Было ли у вас у респондентов такое, что, я не знаю, там, я хожу на все выставки, потому что меня зовет подружка. Вот. Я хожу на Курензиса и чувствую там счастье, потому что там что-то еще, потому что весь город туда пошел, и все об этом жужжат, а я-то, в принципе, могу и в хоре попеть. Вот. Вот такие у меня комментарии и вопросы. Отличные вопросы, спасибо. Сейчас начну, наверное, с локальности, с города. Значит, ну, вообще, эти два вопроса связаны, мне кажется. мне кажется, что город, он имеет значение и его устройство, и мы об этом думали, просто мы это не решили, ну, не вводить как качество дополнительного еще фактора в статью, просто потому, что, ну, там просто нет места. Ну, кстати, там, кажется, было упоминание, потому что, вот этой компактности. Значит, просто я считаю, мне кажется, нам кажется, с моей коллегой, что этот фактор, он влияет не на то, какая там, да, идеология будет распространена, вот, что в Выборге больше людей, вот, которых нравится вот такая, такой тип культуры на вытянутой руке. Просто на то, будет ли, как бы, человек удовлетворен, собственно, счастлив, будет ли совпадение его картины мира, картины культуры, как бы, его пониманию, как должна культура быть устроена, и как он хочет, хотел бы с ней, и как он хотел бы, как должна выглядеть его культурная жизнь. И того, как бы, ну, в реальности, как это существует. И вот Выбор, он вообще идеально подходит, просто он, как бы, его вот устройство, оно действительно тоже вот изоморфно вот этой конкретной идеологии культурного участия, которая вот свойственна члену больного общества. Допустим, там, очень часто эти вальники, они используют вообще пространство города как сцена. У них там даже проходят репетиции. Я провела очень много времени в Выборге, вот в Старом городе, я не знаю, кто из вас там был, но это действительно средневековый там город по происхождению, и там осталось многое. Вот этот вот Старый город, он как-то так, в общем, структурировал определенным образом, очень атмосферно, но там, ну, как бы, как вот такое, то, что мы обознаем, как такой вот европейский городок с узкими мощенными улицами. И вот, собственно, место, где занимаются больные общества, это один из таких 19 век домов в центре этого старого города на первом этаже, там находится, это помещение принадлежит Дому культуры, и там такие огромные окна, и у них занятия, у них четыре раза в неделю, потому что там две группы, в общем, почти каждый вечер там, проходя мимо, а ты постоянно там проходишь мимо, если ты там живешь, ты можешь в окнах этого зала увидеть, как эти пары кружатся под очередной, и разлучивают очередной танец. То есть они вообще включены, они видны, они очень хорошо, как бы, ну, видимость, visibility у них есть в городе, как бы, и действительно, а то, что культура на расстоянии вытянутой руки, вот этот образ, который у нас возник, ну, по сути, это почти дословно так, потому что эти все культурные институции, учреждения, и там расположены очень близко, и как бы, действительно, можно вообще за один вечер просто их обойти, там, успеть на несколько событий, и, а часто что-то проходит, какие-то культурные события, они проходят, именно они включены, как бы, вот эту гулеевскую среду, потому что она сама является из-за своей такой кинематографичности вот этой сценой, вот, и на укреплениях проходят, и вот около Выборгского замка, на острове проходят фестивали, в том числе, там, реконструкторские фестивали, и что-то, и там постоянно такое заигрывание с этой, средневековьем тоже, вот, поэтому, как бы, да, и как будто, вообще, я должна сказать, поскольку я очень долго занималась вот этими двумя сюжетами, я в своей голове очень часто перемещаю одних вот членов военного общества в Пермь, а фанатов Курензиса в Выборг, и это, даже я это использую как вообще исследовательский прием, и пытаюсь представить, как бы они реагировали, те реагировали, и другие на то или иное событие, вот, так вот, про некоторых жителей Перми, ну, или даже других городов, допустим, Астрахани, большой достаточно город, мне было понятно по их запросам, что этот человек в Выборге был бы абсолютно счастлив, а вот в Астрахани ему не хватает именно того, что в Выборге запили, именно того, как это все там вот компактно устроено, вот, и также одна, допустим, еще пример, одна из членов вот постоянного больного общества, одна из, одна наша знакомая, она говорит, мои подружки в Питере мне завидуют, понимаете, вот, что это было очень, это очень важная такое цитата, к которым часто приводим, потому что, вот, они считают, у вас там все есть, а в Питере, которая вообще, да, считаю, это скульптурная столица, это ящик изобилия, как бы, им, именно этим, женщин, которые, ее возраст, этого поколения, которое, я могу предположить, очень с похожим устройством, ну, они не могут в нем сориентироваться, вот, это не совпадение, они несчастны из-за этого, ну, в этой части, вот, относительно своей культурной жизни, вот, и второй вопрос про фактор случайности, вообще, это, допустим, очень частый сюжет в нарративах, то есть в интервью, в аналогах, там, в рассказах фанатов Курензиса, потому что очень часто их знакомство с Курензисом и вообще с оперой было именно таким, никто из них, большинство из них не были вот фанатами оперы, как изначальными, а в основном, кстати, были театралами, вот, и, но в статье я вначале, вначале мы говорим о том, что вообще мы выбрали эти группы еще на основании того, что они, вот, как я сказала, описываются даже термином, который так и звучит, культурные обжоры, это очень последовательные посетители этих культурных предприятий, и в Перми, такие активные посетители всего, всех мероприятий, которые организуются в рамках вот там Пермского оперного театра и Дягилевского фестиваля. то есть, вот, объединяя вот эти два вопроса, что здесь самое главное? Я бы описала это словом предрасположенность. То есть, вот эта модель, вот эта усвоенная когда-то глубоко интернализированная идеология культурного участия, она, как бы, это такая, как можно представить, форма, которая может, да, с каким-то объектом совпасть или не совпасть. И с большей долей вероятности, как бы, относительно этой идеологии, он опознает то, что ей соответствует, а другое пройдет мимо него, хотя он, может быть, тоже, столкнется с этим, но не задержится как бы это в его орбите. И вот последний завершает ответ, пример, очень просто курьезный случай, когда у нас есть такая информантка в Перми, которая была очень-очень вот абсолютно по своей поведению и тому, как и что она говорит, вот кубальное общество. И ну, она очень хорошо, она всю жизнь живет в Перми, как бы, и она постоянно тоже куда-то ходит. И такое важное, вообще, вот, смыслообразующее явление, как вот появление в Перми Курензиса культурной революции, которая для тех, той группы вообще является чуть ли не началом начал, когда я спросила ее, а нравится ли вам Курензис, ее реакция была такой, а что, ой, нет, спасибо, я не курю. То есть, она даже не опознала на слух эту фамилию, хотя, когда после того, как уже, ну, неделями берешь интервью с фанатами Курензиса, ты не можешь поверить, что человек, который прям реально, ну, как бы, очень активный культурно, может не то, что, ну, не знать, но еще и настолько не знать, вот, поэтому, вот, пожалуйста, то есть, потом оказалось, что она знает его, но, как бы, и даже бывало, ну, в общем, просто она не выделяет это для себя. Спасибо. Вижу руку Игната, и в конце у меня будет маленькая реплика, которая обращает наш разговор уже к делам людей и того, как мы можем с ними работать. Игнат, пожалуйста. Да, спасибо большое. У меня будет не вопрос, а в целом некоторые комментарии, вообще просто хотелось бы его высказать. Во-первых, спасибо за то, что вы правильно произносите перь, я с вами с перьми, и это очень важно и очень редко, потому что большинство читают так, как написано. Вот, а по поводу сравнения, я бы сказал так, что история с курензисом, она вообще выпала на мои школьные годы, и я как бы себя не причисляю не к обществу любителей оперы, балета и так далее, и в целом я не театрал, я всегда больше был в спортивной тематике, однако даже во время того моей учебы как будто все говорили о курензисе, он был темой для разговора как в школе, так и дома, и в девятнадцатом году, когда он ушел, это было травмой для города, я вам могу сказать, что даже бабушки, которые, наверное, очень редко и не имели возможности ходить на него, потому что билеты были действительно дорогие, они все говорили о том, какая-то большая потеря, и я бы еще сказал, тут, наверное, все-таки про свинец Выборг, я там был несколько раз, и хотя Пермь это город миллионный, и город, который по своей территории ходит то ли в пятерку, то ли в шестерку городов России, в принципе, насыщенность и количество культурных мест, центр, грубо говоря, Перми, он меньше, чем вот этот культурный центр Выборга, и получается такая интересная ситуация, что когда, ну и как вы уже это тоже проговорили, что когда ты находишься в Выборге, ну то есть города вообще совершенно разные в этом отношении, Пермь это такой производственный моногород в определенном смысле, Выборг это именно такой культурный, приближенный к европейской части, к европейской культуре город, то есть Пермь в этом смысле совершенно другой, и вот получается ситуация, что Курензис, он как будто объединил и заинтересовал всех, кто вообще никогда не интересовался культурой, он стал открытием для города, тогда как Выборге, вот эта культурная составляющая, она как бы развивается параллельно с городом. да, спасибо, то есть действительно поскольку я тоже много времени провела в Перми, вообще я реальный фанат Перми, но произносить правильно меня там научили уже давно, вот, я знаю, что это важно для идентичности вещь. Да, у этих городов очень разная история в плане культуры, но она не может быть одинаковой, потому что они вообще разные, и в принципе в наш проект мы выбирали города, у нас семь городов, именно по принципу, чтобы они были очень разные, как разные кейсы вообще, чтобы они были разные, как это предпосылки, культурные контексты. И мы учитывали и размер, и местоположение, и вот это вот Пермь, которая находится как бы вообще-то далеко, в Фредурале и изначально дистанцирована от культурных центров, и да, это в прошлом моновород, закрытый вообще город, и Выборг, который всегда значит вот приграничный вот тебе Европа и вот между двух культурных столиц, на самом деле были абсолютно неожиданные вещи, потому что вот эти вот люди, с которыми говорили в Перми, наша целевая группа, они ориентированы, они выражаются ориентированно на Европу и на открытый мир, а наши собеседники Выборги, вот те самые посетители больного общества, они очень за локальность и некоторые даже выражали некое сожаление тем, что в Выборге они называют это транзит, сейчас они могут ликовать, потому что уже больше это не транзит, но то есть кто-то там жаловался, что локальная культура могла бы еще больше быть развитой, потому что если бы люди не ездили постоянно смотреть что-то за культурными событиями в Хельсинки и в Петербург таких людей на самом деле там очень много, просто мы с ними не общались, это люди, которые как раз таки мы из-за особенностей метода нашей работы не улавливали, потому что мы ходили, мы искали информантов на культурных событиях в самом Выборге, ну такой был дизайн исследования вот, а люди, которые, допустим, я уверен, что их очень много, это понятно, как бы, которые, допустим, за культурой ездят всегда в Петербург, а то, что там происходит на локальном уровне, они даже не знают, да, мы таких встречали. Спасибо. Мне кажется, есть два важных напоследок сюжета про историю. Мне кажется, комментарии Игната очень важны в том смысле, что и мне хочется сразу обратиться к вашей, нашей общей работе с практиками, что очень важно понимать историю тех объектов, институций, мест, с которыми мы будем работать. Если, условно, в Маяковке в недавнем времени произошло что-то, а мы об этом не знаем, и пилим свой проект или исследование так, как будто бы мы, ну, как бы, там, ну, просто библиотека, да, ну вот она такая, да, или там, не знаю, как бы проект, там, в Пушкинском доме он вырос из предыдущих проектов, связан как-то с другими проектами, задрагивать какие-то отношения сотрудников. То есть, короче, изучение культуры самой организации и истории, место вокруг нее, это, кажется, очень важной частью нашей исследовательской и проектировочной работы. Вот, это, наверное, первое, что тут хочется заметить, и что при этом как бы здорово, что мы можем думать об этом довольно открыто, не будучи рабами лампы, хотя иногда, наверное, и вот это, мне кажется, такой очень важной, сложной вещью, и даже, не знаю, как-то хочется об этом научиться думать, может быть, предложить вам как-то тоже с этим поработать, что мы можем быть неосознанными рабами лампы, например, говоря про аудиторию и там потребителей и еще про все остальное, как будто это может быть, ну, мы можем неосознанно как бы использовать какой-то язык, который сами по отношению к себе его не применяем, и здесь, мне кажется, очень интересно вообще подумать про собственный опыт и про то, как, ну, как бы, с какими вы взаимодействуете культурными объектами, институциями и так далее, и как устроен этот опыт, и на каком языке мы сами говорим о своем культурном опыте, может быть, мы вообще в каких-то моментах между семинарами сделаем такие моменты автоэтнографии, в которых было бы здорово отслеживать, как для нас устроено взаимодействие с культурой, чтобы наши встречи были не только опытом чтения, слушания, разговора вот раз в месяц, но и какого-то регулярного наблюдения за тем, что мы делаем, как с нами это все устроено. Вот. В общем, что вы, кстати, думаете про такую идею, коллеги? Буду рада вашей реакции там в чате. Давайте, Вика, тогда ваша реплика и Ангелина, я прошу тебя отреагировать и завершить, и через 10 минут мы уже заканчиваем на сегодня. Так, да, добрый день, прошу прощения за задержку, то, что задерживаю. Меня просто очень сильно близок оказался, оказалась внезапная тема разговора. Я сама случайно прожила в Выборге 4 года, так получилось, что я туда переехала учиться и как бы изначально я его не очень воспринимала как некое культурное целое, ну вот просто условно, когда ты в него приезжаешь как турист, да, он там может как-то восхищать, когда ты в какой-то момент просто оказываешься с ним один на один, как с городом, восхищение он не вызывает, это вот просто маленький средневековый город, там заканчивается рано или поздно центр за Красной площадью, начинаются панельки и все, вот, и с другого конца находится парк Монрепо, прекрасный, замечательный, интересный, и, собственно, вот где-то спустя три года на четвертом курсе я начала пытаться понимать, что происходит в Выборге, что там вообще происходит, кто там живет и что там делается, оказалось, что там есть достаточно милый, интересный театр, вот, Святая крепость, он находится как раз за центральным, за самым центром, и у меня по совместительству оказалось, что вахтер, такая бабушка за 60, которая периодически, видимо, как объекты данного исследования выбиралась там на какие-то культурные штуки, ей было интересно сходить в библиотеку, послушать стихи, ей было интересно что-то еще, и то есть периодически человек выбирался вот просто с целью оккультурица, периодически я начала выбираться благодаря Пушкинской карте, там довольно дорогие билеты для маленького города на 70 тысяч человек от 1000 рублей, то есть довольно дорого, вот, и там действительно довольно интересная такая милая труппа, там очень мало людей в итоге уехало в Петербург, и вот такое ощущение, что вот именно в этом месте город замыкается сам на себе, и сама его культура также замыкается на себе, то есть там периодически я туда ходила довольно много раз, и в основном я видела одних и тех же людей, это так интересно, если ты ходишь, например, в ту же Алта, и в Святую Крепость периодически ты видишь тоже одних и тех же людей, то есть это одна какая-то особая категория граждан, которые, ну, возможно, уже в силу возраста, потому что та же вахтер мне говорила, что вот в свое время, вот в молодости я ездила в Питер в Мариинку, вот сейчас я туда не езжу, поэтому я здесь вот радостно провожу время, и тем не менее это довольно приятненько, интересненько, когда, ну, вот именно получается такое сначала взгляд со стороны, потом все-таки изнутри, и изнутри, да, это действительно такие веселые советские бабушки, но советские они во многом еще потому, что Выборг это город переселенцев, то есть там после Великой Отечественной поменялось полностью все население, там постоянно все переселялось, и так получилось, что у меня одна из преподавателей в свое время делала исследование по советским газетам того времени, каким образом вселялась вот эта вот культура в людей, то есть проводились советские мероприятия, там различные встречи на Красной площади, там тоже есть площадь, она называется Красной, потому что на ней стоит Ленин, вот, и то есть именно вот эта вот некая культура участия, она там наслаждалась непосредственно, потому что до этого там было другое государство, вот, и в принципе интересно, как оно продолжается спустя там 80 лет, то, что это все еще такие бабушки, которые воспитаны вот этой идеи того, что им нужно куда-то сходить, им нужно что-то сделать, им нужно дойти до Дома культуры, им нужно сходить в библиотеку, просто вот потому что это надо, это как бы часть их жизни, их социального участия, их взаимодействия, то есть таким образом они как бы взаимодействуют с миром, и возможно благодаря этому опять же появляется некое ощущение части, вот, и действительно оно там определенным образом появляется, потому что когда я начала сама ходить на эти культурные мероприятия, там стало приятнее находиться, вот, спасибо большое, что вы слышали. Спасибо большое, вот видите, как здорово, что, то есть вы, наверное, видели, я уверена, то есть много раз, собственно, героев этой статьи, вот, потому что они действительно, они действительно вездесущие, это одна из их характеристик, театр «Святая крепость», даже, вот вы могли заметить, тоже в самой статье было очень много примеров с ним, и, да, и пример того, как наша собеседница хвалила как раз, как абсолютное преимущество, позиционировал тот факт, что трупа никуда не разъезжается по каким-то столицам, а вот нашла себя и здесь пригодилась. Мне кажется, по поводу, да, вот, допустим, то есть, тут что важно сказать, ну, вот эта советская социализация, она не только в Выборге, да, очевидным образом происходила, покрывала, стремилась покрыть максимальное количество, максимальное пространство, и, собственно, ну, то есть, и в этом смысле Пермь, допустим, ну, ничем не отличалась, как, ну, то есть, чем-то, наверное, отличалась, но какие-то базовые, естественно, вещи, да, они присутствуют вне зависимости от, не в такой зависимости от контекста города, но просто в, действительно, в, мне кажется, просто еще есть такой эффект того, что в Выборге это видно, ну, там, из-за его размеров, можно заметить вот этих постоянных посетителей, потому что, как бы, ну, вот этих, собственно, культурных институций, ну, все равно ограниченное количество. также, если в, ну, в рамках, в этом большом городе Пель, уже, ну, если его взять целиком, то сложно добиться такого эффекта, а вот на самом Дягилевском фестивале мы с ним сталкивались, тоже были там одни и те же люди. И вот, что я хотела еще добавить по поводу того, что это опять, как бы, вот в вашем, сейчас ваши реплики, опять из нее можно сделать вывод, что, значит, опять же, вот этот фактор города, то есть, просто здесь все близко, и поэтому, то есть, а, вот женщина сначала ездила в, когда-то ездила за культурой в столицу, в Мариинку, вот сейчас она уже не может себе позволить по возрасту, поэтому она естественным образом, да, обращается к тому, что вот близко, но, да, можно было бы предположить, что вот, действительно, вот так это работает, но в Перми мы видим, вот, среди фанатов Курензиса тоже есть такие пожилые женщины, которые, да, они не ездят, ну, некоторые из них вообще ездят за ним по стране, те, кто не могут себе позволить по состоянию здоровья или финансом, тем не менее, готовы преодолевать очень большие вообще-то испытания, такие, как стоять в очереди, занимать очередь в три часа ночи, чтобы успеть купить билетик по доступной для них цене и так далее. это вообще типичная история. Несмотря на свой возраст, погоду и настроение, они регулярно этим занимаются, то есть они, вот, вот у них есть готовность на эти жертвы для того, чтобы, потому что это входит в их, для того, чтобы увидеть, ну, посвятить это мероприятие, потому что это входит в их идеологию культурного участия, где человек как раз, ну, где вот эта граница между человеком культурой, она очень важна и от человека требуется вообще-то некоторое усилие и работа над собой для того, чтобы соответствовать. Спасибо. Коллеги, о, Жанна, спасибо. Жанна, только вы послали мне, можете, пожалуйста, послать в общую, в общий чат. Спасибо. Ангелина, если ты можешь коротко отреагировать сейчас на реплику Жанны про вопрос обязательно ли, чтобы человек, для которого культурное участие это важно, лично был вовлечен в какую-то культурную самодеятельность или его мог обойти этот опыт, но его общий культурный код ему это диктует. Я бы предположила, что да, конечно, может обойти. Ну, вот отчасти, мне кажется, вопрос Вики был про это, про случайность. Мне кажется, что это похожая история, что, типа, не все диктуется нам некоторыми общими закономерностями, но, Ангелина, если ты коротко дополнишь, будет здорово, и мы будем уже заканчивать, у нас две минуты остается. Обычно мы планируем эти встречи, все-таки не хочется сильно выбиваться с графиком. да, вот, наверное, ответ нет, не обязательно, в плане того, что вот как раз вот в этих двух группах, для представителей двух групп, культура является очень важной ценностью, и то как бы их опыт социализации в части самодеятельности, он не влияет на то, насколько ценным это является, как мы видим, как раз таки, но влияет на что-то другое. Вот, а так я хотела бы завершать, сказать, да, действительно, очень хорошее было, ну, в смысле, вот эти попытки, то, что Полина уже сказала, прояснить контекст, как бы, то, что вы делитесь опытом, допустим, который, если у вас он случайно есть, или предположениями о том, как это работает, и действительно, мы будем также этим заниматься в проектах и в исследовательской части. Но, вот как я привела историю с вот этой европейской или локальной ориентацией, да, жителей этих двух городов, как раз таки из просто самого факта расположения, этого города, допустим, из контекста, мы, оказывается, не можем предсказать, как именно там люди мыслят. То есть, это важное знание, но оно, то, как оно как бы выстреливает, как оно работает, мы не можем узнать без, собственно, взгляда, разговора на жизнь этих конкретных людей. Спасибо большое, мне кажется, я, знаете, в какой-то момент уже думаю, так, почему мы выходим в детали, ну, как бы, почему это важно, почему мы так об этом говорим, а под конец я подкинула, что, возможно, главное в этом разговоре это как раз попробовать глубже и, ну, что ли, ближе к телу понять вот эти сюжеты по жителей Перми и Выборга, жительниц в основном, про то, к чему не сводится их счастье, как это связано с их городами, про советский контекст Перми, про положение Выборга, то есть, может быть, как раз вот эти детали пока еще не переводящие нас в позиции исследовательниц и там проектировщиков опыта это в чем-то более ценные воспоминания и ну, в смысле не воспоминания, как сказать, понимания, способы понимания того, что значит понимать культуру и действовать в ней, вот, поэтому здорово, спасибо вам, Ангелина, спасибо тебе большое, что мы так начали, будем встречаться дальше, запись выложим, в общем, и будем как-то еще продолжать эти разговоры, может быть, уже тоже предлагаю вам самим что-то поизучать. Да, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.